Всем привет, с вами Оля. Я сегодня в шапочке. Давненько меня в шапочке не было. Признавайтесь, соскучились по моей шапочке? По мне в шапочке. Соскучились? Признавайтесь. Или мне лучше без шапки? Лучше, мне кажется, вообще вот так. Вот так классно вообще. Оценили? Оценили шутку? Чёрный юмор! Такой же чёрный, как я сегодня. Чтобы сегодня не было так сильно темно, потому что я во всём чёрном, рыжу не могу в душе просто над своими шутками. Угар! Не могу. Ну так вот, чтобы не было так сегодня темно, я включила светлый фон. Такой же светлый, как и видео наше сегодняшнее. Надеюсь, вы ещё не выключили видео, потому что смотреть мы сегодня всё-таки будем что-то. Не... В смысле? В смысле? Ты меня хочешь подставить? Мы же так хорошо дружили. Почему? Как ты посмела меня подставить? Немного поп-рока у нас сегодня от группы Скандал. Трек Миро. Что в переводе означает зеркало. Не знаю, кому я перевожу, но ладно. Дайте мне побыть хоть немножечко переводчик. Трек попал к нам на канал, как и группа, в общем-то. Благодаря Стасу. Большое тебе спасибо. Скандал. Переводится как... Как? Как? Все знаете? Не знаете? Как вы можете не знать? Если даже я знаю. Скандал. Вот так вот всё легко и просто оказалось. Легко. Да, группа Скандал. Интересное название для себя выбрали. Ну ладно. Не будем осуждать их за скандальное название. Зеркало. Это красивое название. Зеркало это ваше отражение просто. Поэтому, да, красивое название. Группа относительно старенькая. 2006 года основания. Специализирующаяся на японском поп-роке. Или просто роке японском. И я думаю, что вступление получилось очень длинным и непонятным, и не смешным никак вообще совсем. Поэтому, я думаю, пора начинать просмотр реакции. Это всё шапка на меня так влияет, я думаю. Никак больше это не объяснить. Если выбирать из всего рока, то, наверное, поп-рок мой самый любимый жанр. Ну, сейчас послушаем и, в общем-то, убедимся. Правда это или нет. Поехали. Миро. Ага. Красивое отражение было. К сожалению, не моё. Все в белом. Все. А я в чёрном сегодня. У меня трау. Шутка. Красивая красная гитара. И белая. Белая мне больше нравится. Какой красивый вокал. Мне нравится её макияж. Необычные локации такие. Вроде простенькие, но так красиво смотрятся. У всех зеркала, заметьте. Ребят. Ну да. Смахивает на бок музыку. Так, всего их... Типа четыре. Да? Непонятно. А девушка, которая поёт и играет на барабанах, это не один человек? Извиняюсь, если я... Немножко слепая, но... Голос очень красивый, необычный. Нежный такой, мягкий прям. Милый, милый. Вот. Точно. Они так легко играют, просто. Вообще, легкотня. Дорого-богато смотрится, кстати. Такие простенькие локации, это красиво выглядит. Аутентично. Эстетично. Как это ещё назвать? Девушки все красивые очень. Мне нравятся припевки. Вот это один из тех треков, которые мне хочется слушать в дороге. Не знаю. Просто хочется включить и куда-нибудь поехать в путешествие. Класс. Хэр. Хм. Что-то концовка какая-то понятная. Ну вот и всё. Песня мне прям зашла. Хочется переслушивать и переслушивать, что я и сделаю после окончания видео. Да, я ознакомилась с текстом песни, и он меня очень впечатлил, потому что сам текст, во-первых, красивый, во-вторых, смысл его тоже очень красивый. Конечно, немного непонятно, благодаря переводу самого сайта, возможно, здесь есть какие-то ошибки, но относительно смысл, если раскапывать, раскапывать потихонечку, то можно и понять. Потому что я, человек, который читал с первого раза, вообще ничего не поняла. Вроде как бы красивые слова, красивые фразы, явно что-то есть, да, но с первого прочтения вы вообще, скорее всего, ничего не поймёте. Спустя время и спустя пару раз прочтения я начала что-то видеть в этом тексте. Какую-то красоту. Конкретного смысла я так и не поняла. У меня есть лишь догадки. Зеркало у меня всегда ассоциируется с тем, что вот ты, человек, внешне выглядишь так, а в душе ты можешь выглядеть совершенно иначе. Или же, прямой вам пример, вот ты страшный, но в душе у тебя могут свисти фиалки. Не знаю. Ну, я думаю, вы поняли, о чём я. Может быть, какой-то такой смысл, потому что с зеркалами у меня личная ассоциация всегда именно вот такая. Но здесь есть какие-то такие намёки на то, о чём я думаю. Основной тематики песни я не уловила. Не подчерпнула ничего. Из этого. Если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Кстати, сам трек у нас 22-го года, 26-го января. Вышел альбом, в который входит, в общем-то, и эта песня. Красивая песня, красивый клип. Очень эстетично выглядел. Все в белом. Сам клип тоже весь в белом. В белом. А, ну да. Стены тоже в белом. И девушки очень красивые. И мне понравились их блёстки на лице. Тоже хочу так. В общем, это было всё видео. Стас, большое тебе ещё раз спасибо. Классная песня. Обязательно её себе в плейлист добавлю. Мне хочется её включить в машине и поехать куда-нибудь к морю, путешествовать. Куда-то туда. Это было всё моё видео. Если оно тебе понравилось так же, как и видео группы Scandal, то не забудьте ценить его пальчиком вверх, подписаться на мой канал, ведь подобных роликов будет ещё много. Также не забудьте написать в комментариях, как мы лучше с шапкой или без шапки. Если вы напишите, что лучше вообще вот так, то я не обижусь. Можете писать. Нет, на самом деле я обижусь. Очень даже обижусь. Это было всё моё видео. С вами была я, Оля. Пока-пока. Сегодня без сердечек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok